В прививочном кабинете взрослой поликлиники уже около месяца вакцинируют от гриппа. Римма Ивановна одна из тех, кто твердо уверен, прививка поможет ей не заболеть. Всегда делала. Вот болела в прошлом году, сломала ногу, не сделала. И частенько, просто, это самое, начинала и кашлять, и сморкаться. А у меня есть правнуки, они приходят, боюсь их заразить. Среди существующих мер профилактики против гриппа, прививка, по мнению медиков, самая действенная. Ежегодно состав вакцины обновляется. В уже существующую добавляются новые штаммы, зарегистрированные за последний год. В этом году в районе используют сови-грипп и гриппол. Кстати, сторонников прививок становится больше, нежели противников. Хочу сделать. Да, я отношусь к этому положительному. А ребенку? Ребенку тоже. Делал в школе уже. Я тоже делаю каждый год прививку. У меня дочь медик, это в обязательном порядке, потому что дети, внуки приходят, чтобы не болеть. Я считаю, что не заболею, уверена. Не знаю, и слышно много плохого про эти прививки. А кроме того, бытует мнение, что после прививки можно заболеть еще сильнее. У нас прививка только от гриппа. Помимо гриппа у нас ОРВИ вызывает еще около 40 вирусов. Я не знаю, если в этом году новых еще не открыли. И не надо путать. Грипп перенесенный с обычной ОРВИ или еще ОРЗ. Там совершенно разные возбудители заболеваний и совершенно разные течения. И, кстати, опасен не сам грипп, а его осложнение. Поэтому прививки особенно показаны людям ослабленным, то есть пожилым и детям. В детском саду Яблонька, как и в других учебных заведениях района, проходит вакцинация. Детей прививают только с разрешения родителей и строго после осмотра педиатра. Очень мало соглашаются на прививки, к сожалению. Меньше, чем хотелось бы. Ну, пытаемся, конечно, говорить, но не все соглашаются. Опять же, не все можно по медицинским показаниям. Вот, ну, свою семью я прививаю и себя. Вакцинация продлится до конца октября. Какой интенсивности заболеваемость гриппом ожидается в этом году, пока неизвестно. Но то, что грипп будет, говорят медики, это точно. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. В нашей студии сегодня Елена Зинатулина, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Видновской районной клинической больницы. Здравствуйте, Елена Валентиновна. Вы за или против прививки от гриппа? Здравствуйте. Я за прививку против гриппа. Сейчас очень много родителей и вообще взрослого населения говорят, что это делать не нужно. Но я считаю, что это делать нужно. Прививка, пусть она даже не полностью защитит от возникновения заболеваний острой респираторной вирусной инфекции или гриппа, но, по крайней мере, она предупредит так, чтобы это заболевание протекало в легкой форме. Небольшим насморком, небольшим катаральными симптомами, кашлем, небольшой температурой. И не будет осложнений тех грандиозных и страшных, которые были от гриппа, когда мы увидели статистику в прошлом году. Большая была смертность от гриппа, и очень тяжело протекал грипп с осложнением в виде пневмонии, бронхита, которые очень трудно поддавались лечению. А грипп, в принципе, можно отличить как-то от других вирусных инфекций? Конечно, грипп ставит диагноз только врач, но сам по себе грипп – это вызываемый вирусами гриппа, который сейчас распространен H1,1, так называемый свиной грипп, протекает очень тяжело, в отличие от других острых респираторных вирусных инфекций, в виде высокой температуры, ломотой в теле, суставных болей, мышечных болей. И, конечно, через 2-3 дня появляются сложные осложнения в виде пневмонии и бронхитов. Но это только диагноз устанавливает врач. А, допустим, кому-то нельзя сделать прививки по каким-то показаниям, ну, либо он сам не хочет. Как можно себя ещё другими способами обезопасить от гриппа? Конечно, есть у нас как бы профилактика. Вот специфическая – это когда мы делаем вакцину. Есть неспецифическая – это использование, во-первых, изоляции больного. Заболел какой-то он, ребёночек, пусть это взрослый, его нужно изолировать. У него должны быть отдельные предметы личной гигиены. Как говорится, ложка, вилка, посуда, полотенце отдельно. Это использование масок. Кто маску должен использовать? Больной. Больной. Проветривание помещения, где он находится, естественно. Конечно, заранее надо уже сейчас, особенно в осенний период, пить витамины, чтобы подкрепить свой организм. Ну и закаливание, пребывание на свежем воздухе, чтобы организм был сильный и сопротивлялся от этих вирусов. И всё-таки по возможности прививку сделать нужно. Обязательно. Я думаю, наши телезрители последуют вашему совету. А я напомню, что в нашей студии была Елена Зинатулина, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Витовской районной клинической больницы. Продолжение следует...